Друзья, всем привет! Сегодня будет видео по машинам обучения. В экране на моем канале таких видео не было, сегодня будет первое. Посмотрим, как зайдет вам эта тема. Если вам понравится, то ставьте лайк, комментарий и продолжим ее. Есть много идей, что можно с этим всем сделать и придумать, поэтому посмотрим, как зайдет и далее продолжим. Как обычно, мы будем писать код на питоне, так как, на мой взгляд, это самый понятный и подходящий язык программирования для подобных целей. Конкретно написание каких-либо стратегий для торговых алгоритмов, обучения и так далее. Также перед началом видео хотел бы показать своего торгового робота. Я его написал сам. Также делал уже несколько постов в телеграм-канале. Можете перейти, посмотреть, почитать. Там я писал свои мысли про данного робота. Также там можешь посмотреть, что он торгует на 50 долларов и посмотреть по прибыльности. То есть вот и текущий депозит, 50 долларов. Сейчас уже заработал почти 14. Вот, то есть писал я несколько постов. Первый пост. То есть на пике вон там было 19 долларов. Сейчас, спустя около трех недель, наверное, составляет 14 долларов. Если вам интересна эта тема, перейдите, почитайте. Также этого робота я могу вам продать. И скоро уже также будет месяц реальной торговли для этого робота. Поэтому, скорее всего, буду увеличивать на него цену. Поэтому, если вам робот этот интересен, сейчас я могу его продать. Поэтому, пишите со мной в телеграм, если вам интересна эта тема, и обсудим все. Также у нас в нашем телеграм-канале есть бесплатные скринеры. Скринер фандинга, памп-скринер. Они также бесплатные, только нужно подписаться на канал. Перейдем к теме машинного обучения. Также давайте посмотрим библиотеки, которые мы будем сегодня использовать. Это Gymnasium. Это библиотека с поддержкой OpenAI. То есть до этого были предыдущие версии, но самое новое – это Gymnasium. Также могу сказать, что у них довольно качественно сделана документация. Это очень удобно. И если вы захотите, можете тоже поизучать что-то здесь. И писать какой-то свой проект, если вы пишите код. Сама идея машинного обучения заключается в том, что мы берем, грубо говоря, агента. И в прямом смысле его обучаем. То есть мы его поощряем за какие-то действия. Мы вводим различные штрафы, если он делает что-то не так. И подобными правилами мы должны регулировать его действия, то есть торговлю. Грубо говоря, мы ввели штрафы за то, что агент закрывает сделку в минус. И мы ввели на это штрафы. Я это позже покажу в коде, как это работает. Но пока нужно уловить суть. Если мы ввели штрафы на закрытие позиции в отрицательный панел, тогда агент просто решит не открывать позиции, чтобы точно не получить никаких штрафов. Поэтому мы должны довольно точечно настраивать агента, логику штрафов и поощрений, чтобы агент наш и торговал, и торговал в плюс, а не просто... То есть чтобы вы понимали, насколько нужно точно настраивать. Если мы, например, укажем, что мы поощряем его, если баланс растет, он будет просто покупать беспрерывно определенную монету, несмотря на то, что он даже не продает. То есть он будет просто покупать на каждой сети. Поэтому довольно точно нужно настраивать. Сейчас мы это попробуем сделать. Также нам, кстати, поможет GPT. Мы просим его сделать полную стратегию, которая будет это все предусматривать, чтобы наш агент конкретно торговал. Я делаю только запрос, указываю библиотеки наши и пишу промт, как я хочу и как вижу стратегию наказаний и поощрений для агента. Здесь GPT описал автоматику, по которой мы можем выдавать сигналы, поощрения и наказания. Так, у нас готов класс с минимальной математикой для обучения агента. И также напомню, что мы сейчас обучаем агента только на закрытиях свечей. То есть у нас нету никаких индикаторов данных по свечам, по типу объема, открытий, максимумов, минимумов. У нас только есть закрытие. То есть это довольно плоское обучение. Но посмотрим, как это будет выглядеть. Также после добавим индикаторы. Здесь у нас рассчитываются награды и штрафы. То есть у нас награда рассчитывается как 0,1 умноженная в нереализованную прибыль. То есть чем больше прибыли получает бот от сделки, тем больше мы получаем награду. Не мы, точнее, а агент получает награду. Также здесь есть штраф. То, что если бот повторяет сделку за предыдущую, то есть если я, например, купил, и потом следующий сделок он также покупает, то мы также вводим штрафы небольшие, но показываем, что не нужно много повторять сделок подряд. При запуске мы видим, что мы используем процессор для обучения. Далее мы видим выводы каждой итерации, каждой эпохи. После того, как мы прошли все итерации обучения, мы видим вот такие графики в данном случае. Сейчас будем разбираться, что это вообще такое и что происходит. Здесь мы можем, например, приблизить. То есть видим, что у нас агент покупал, после здесь чуть был рост, продавал, продавал, продавал. Я не скажу, что здесь четко в плюс мы давали конкретно здесь. Здесь, например, видно, что чуть выше были продажи. Опять же, здесь мы не учитываем комиссии за ордера. То есть, например, если бы мы ввели комиссию, то агент бы знал, что только открывать будет, скорее всего, невыгодно. И движение не окупит комиссию за два ордера. Конкретно, что происходит с балансом, сказать сложно. То есть он то падает в отрицательную, то в положительную сильно. Окупает и уходит в минус. Идет сильный спам ордеров. И, возможно, из-за этого баланс у нас проседает и вырастает, соответственно. Но опять же, мы можем сделать, например, скриншот этого баланса. И скинуть GPT, чтобы он придумал, что с этим можно сделать. Также нужно добавить индикаторы, чтобы больше информации было у нашего агента. Я спросил GPT, в чем может быть связан баланс. Также спросил про добавление индикаторов. На что он указал возможные причины, из-за чего баланс может так скакать. Сейчас мы это пропишем. Он указал возможные причины, почему у нас скачет баланс. Грубо говоря, нужно добавить учет размера позиции, объем сделок. И проблема, скорее всего, пропадет. Далее, по добавлению RSI и EMA. Нам не обязательно сохранять данные индикаторов за несколько лет. Мы можем прямо в процессе рассчитывать их через библиотеку TLE. Или, например, просто самописными функциями для расчета индикаторов. Но другой вариант – расчет через Pandas. Я думаю, это самый универсальный вариант. Поэтому давайте использовать конкретно расчет через Pandas. Здесь мы просто вставляем наш код с расчетом индикаторов. После того, как мы подгрузили наш датафрейм с данными по свечам. И добавляем две новые колонки, где будут содержаться, например, EMA Fast, EMA Flow. И также делаем отдельную колонку для RSI. После мы чистим поля, где у нас есть тип данных None. Индикаторы только набирают данные. Они вначале оставляют, то есть, пустые данные. Потому что им нужно набрать данных за определенный период. Соответственно, в этот период у нас там ничего не содержится. Поэтому мы убираем это все и обновляем индексы. И сейчас я добавляю еще учет баланса позиций и ордеров. Чтобы у нас не было скачков баланса. И чтобы агент четко понимал, сколько ордеров он может открыть, закрыть. То есть, мы здесь выводим штрафы, если агент пытается купить выше нашего лимита, который мы ему задали. Также я указал, чтобы position size, например, был максимум 3. То есть, 3 ордера. Также я добавил учет действий, что нельзя продавать без позиций и так далее. То есть, мы торгуем, грубо говоря, как по споту. И нужно учитывать важный момент, что мы делаем обучение на 10 тысячах, грубо говоря, шагов. То есть, это все рассчитывается в итерациях. И обычно для более качественного обучения можно поставить, например, 100 тысяч. Но главное, чтобы не было эффекта переобучения. Поэтому пока мы тестируем на 10 тысячах. После посмотрим, что будет, если сделать 100 тысяч. Давайте посмотрим, что мы в итоге видим. То есть, как я вижу, здесь у нас столько ордера на покупку. То есть, все-таки где-то мы... То есть, где-то все-таки было мало наказания, возможно. Поэтому это надо сейчас продумать. Так, я ввел корректировки. И в итоге агент решает только продавать. Давайте снова это поправим. Также я решил спросить у GPT, сколько нам нужно поставить шагов для корректного обучения. Также учитывает, сколько у нас строк, да, примерно. Учитывает наш таймфрейм, то есть 5 минут. Если мы ставим меньше 20 тысяч, то агент просто не успевает все выучить. Поэтому мы можем попробовать поставить, например, 100 тысяч. Как я говорил ранее. И посмотреть, что будет. Итак, немного настроив математику для агента, награждения, штрафы. Мы получили положительный баланс на выходе. Здесь он отображается почему-то криво. Но это, опять же, мы правим. И также видим дату из сделки. Видим их очень много. Но, опять же, да, то есть это у нас история за 2 года. И здесь, видим, у нас были как ордера на продажу, так и на покупку. Также напомню, что здесь мы не учитывали комиссии. Можно попробовать обучить агента более точечно и конкретно с комиссиями. То есть сейчас он открывает очень много сделок. Если ему показать, что есть такая тема, как комиссии, и показать, что при закрытии сделки он все равно выходит в минус с учетом комиссии, и к тому же научить его открывать более точечные сделки, и, соответственно, закрывать их, то можно будет приблизиться к более реальным каким-то результатам. Ну и сама цель, то есть не просто прогнать на исторических данных и сделать как можно больше баланса, а цель в том, чтобы выверить какую-то стратегию из истории и после применять ее в анализе будущих данных. То есть, например, при получении там по WebSocket у новых свечей у нас агент будет анализировать и решать, что делать. Поэтому, если это видео вам понравится, наберем там 50 лайков, 50 комментариев, то есть делаю следующее видео с машинным обучением агента, добавлю туда комиссии и попробую обучить его более точечно для более корректной торговли. Также, если бы вы хотели научиться реализовывать свои торговые стратегии, торговых роботов, проводить бэктесты своих торговых стратегий, то у нас проходит индивидуальное обучение, вы можете связаться со мной в Телеграме, и мы обсудим все. Также, если вам нужна помощь в написании, в реализации какого-либо проекта, скринера, вы можете связаться со мной в Телеграме, и мы с командой разработаем проект для вас. Поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии, также не забывайте подписываться на Телеграм-канал. Код данного проекта я выложу у себя в Телеграм-канале, также подпишу все команды, которые нужно прописать для установки всех библиотек, которые нам здесь понадобились. Все это будет в Телеграме. Всем спасибо за просмотр, всем пока.